Привет, с вами Каск. В этом видео я вам расскажу, как слегка повысить FPS Valen Wake 2, а также избавиться от лагов и фризов. Настройщик в этой игре большое количество, с оптимизацией, как обычно, есть проблемы, но, по крайней мере, картинка выглядит очень даже очень. Не будем затягивать, попрошу лишь поставить большие пальцы вверх, а также подписаться на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем параметры, графика, режим дисплея, ставим на весь экран, разрешение дисплея. Если у вас 2К-монитор и видеокарта, допустим, 2060, рекомендую понизить разрешение, допустим, на 1920 на 1080. Это же касается и других видеокарт по схожей производительности, допустим, 3050. Если у вас уже Full HD и видеокарта какая-нибудь 1060, но есть большое желание поиграть, можете поставить легендарное разрешение 1280 на 720. Кстати, здесь даже есть 640 на 480. Для 2023 года это крайне-крайне удивительно. Разрешение рендеринга. Все зависит от масштабирования разрешения. Если у вас Nvidia RTX серии, то есть есть поддержка DLSS, мы, конечно же, выиграем DLSS. Если нет, то включаем FSR. Немножко поклацал пресеты, и, допустим, разница между DLA, то есть нативное разрешение условно, между качество. По картинке не сильно отличается, но зато FPS бустится около 15 кадров. Рекомендую ставить качество обязательно. Если мы поставим, допустим, баланс, то картинка уже заметно ухудшается и дает уже не так много количества кадров. В районе трех, по-моему. Если у вас новые карточки RTX, обязательно включаем DLSS, Frame Generation. V-Sync. Отключаем. Размытие. Тут по желанию на FPS никак не влияет. Я лично отключаю эффект пленки, то же самое, по желанию. Начнем с первого пресета. Видеокарта у меня 360 Ti. Если у вас видеокарта аналогичной производительности, то можете поставить настройки плюс-минус, как и у меня. Это только для тех, у кого 2К разрешение. Если у вас Full HD, тогда можете слегка даже завысить. Чуть позже покажу. Качество постобработки. Высокое. Разрешение текстур. Высокое, либо ультра. Все зависит от объема вашей видеопамяти. Фильтрация текстур высокая. Объемное освещение низкое. Качество пятна среднее. Качество освещения общего среднее. Разрешение теней среднее. Фильтрация теней высокая. И четкость теней средняя. SSAO я отключаю. Общие отражения низкое. Отражение на экране SSR низкое. Качество тумана среднее. Поверхность высокая и детали дальних объектов высокая. Кучность объектов по желанию высокая, ультра, средняя, низкая. В моем случае на фпс никак не влияет. Примерно с такими настройками у вас будет стабильный 65-75 фпс. В 2К разрешение. Если допустим вам нужно только 60 фпс. Можно поднять объемное освещение на среднее. Четкость теней высокая. Качество общего освещения высокое. SSAO включить. И общее отражение с отражения на экране поставить на высокое. Если у вас Full HD, то можете еще немножко повысить. Видеокарта, допустим 360 Ti в Full HD позволит это сделать. Если у вас слабенькие системы, как я говорил ранее, ставим разрешение ниже. ФСР на качество либо баланс. Текстуры ставим на низкое либо среднее. Все зависит от объема вашей видеопамяти. Фильтрация текстур низкая. Объемное освещение низкое. Качество постобработки, кстати забыл, тоже низкое. Светлого пятна низкое либо среднее, на фпс в моем случае никак не влияет. Качество общего освещения низкое. Разрешение теней низкое. Фильтрация теней среднее. Четкость теней тоже среднее. SSAO. Отключаем. Общие отражения ставим низкое. Отражение на экране низкое. Качество тумана среднее. Качество поверхности, детали дальних объектов. И кучность объектов можете оставлять на высокое. Если при таком пресете у вас будет стабильный фпс. Допустим 40-45 и вам в принципе этого хватает. Можете даже поднять фильтрацию текстур до среднего значения. Чтоб картинка была более-менее не так сильно резались глаза. Это же касается и разрешения теней. И качество общего освещения. Обычно эти настройки очень неплохо влияют на картинку. Пост-обработку уже нужно будет смотреть и отдельно тестировать. То, что касается трассировки. Если у вас без DLSS, без трассировки, на ультраграфике работает 60 стабильных кадров. В таком случае можете включить Ray Tracing. Снова же в том случае, если 30 фпс, вам в принципе хватает. Вот такая игра, где по сути можно поиграть без особых проблем. Можем поставить высокое. Лично я немножко потестировал. Особая разница не заметил между среднее, либо высокое. Разница между высокое и низкое уже заметна. Здесь же тоже можно поклацать. Допустим, отключить прямое освещение. Далее рассеивание лучей непрямого света. Можно поставить на низкое. И прозрачность тоже на низкое. Получается по настройкам как-то так. Далее выходим в главное меню. И завершаем игру. Нам нужно подготовить нашу систему под Alan Wake 2. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили график в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Эти способы работают как на Windows 10, так и на Windows 11. Плюс-минус немножко отличаются между собой настройки. А так все одно и то же. Здесь у нас есть 3 папки. Настройка видеокарты. Очистка. И твики реестра. А также MSI мод. И схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем схема питания команда. Копируем команду. Нажимаем PKM. Копировать. Закрываем. Нажимаем PKM на пуск. Windows PowerShell администратор. Либо командная строка. Да. Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Далее переходим в папку с игрой. В моем случае игра куплена за корсарские рубли. Поэтому я нажимаю на рабочем столе PKM. Расположение файла. И находим приложение Alan Wake 2. Нажимаем PKM. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию о весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК. Применить и ОК. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем PKM. Копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение. Нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. Нажимаем Enter. И Alan Wake 2 приложения добавить. Нажимаем параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем изменение стандартных параметров графики. И если ваш ПК поддерживает аппаратное ускорение, тогда можете его включить. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку вашей системы. Если вдруг вы стримите либо видеокарта в разы мощнее, чем процессор, тогда стоит эту галочку отключить. Нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств. Системные устройства. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Теперь нам нужно настроить и также слегка оптимизировать нашу видеокарту. Для этого открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки. AMD Radeon, Intel и NVIDIA GeForce. Начнем с NVIDIA. Первый подпункт. Залетаем на сайт. Выбираем нашу видеокарту. Нашу систему. И качаем последнюю рекомендованную версию. Делаем экспресс установку. И запускаем NVIDIA Driver Settings. Все остальные настроечки делаем так, как указано у нас на картинках. Единственное, что можете делать все это не на глобальных параметрах, а на программные настройки. В списке ищем Alan Wake 2. Если ее нет, нажимаем добавить. Далее обзор. Переходим в папку с игрой. И приложение Alan Wake 2. Открыть. И здесь делаем следующие параметры. Антитропная фильтрация. Выбираем управление от приложения, либо просто отключаем. Вертикальная синхронизация. То же самое. Использовать настройку 3D приложения, либо выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Кадры виртуальной реальности. 1. Метод предоставления Vulkan OpenGL. Выбираем используя започку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Режим низкой задержки. В одиночных играх я обычно отключаю. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимость OpenGL. Выбираем приоритет производительности. Фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. По сути плюс-минус то же самое. Первый подпункт. Залетаем на сайт и качаем последнюю, но уже не рекомендованную, а по-моему называется опциональную версию видеодрайвера. Для того, чтобы была максимальная оптимизация под игру. Далее делаем установку. Minimal Install. Открываем AMD Driver Settings. И делаем то, что указано у нас здесь на картинках. Ну и кого Intel. Если игра у вас запустится, можете опробовать настроить. Если в игре у вас много мыла. В моем случае такого нет. Но ребята мне писали в Дискорде. Пишут, что так и так. Очень много мыла. Что делать, как исправить. Можно либо скачать модификацию на Nexus. Допустим, OnWake 2, DLSS, HQ, Sharp. Разница на самом деле заметна. Поэтому можно в принципе использовать. Но работает только на видеокартах Nvidia. И второй вариант. Нажимаем PPM на Nvidia. Nvidia GeForce Experience. Нажимаем настройки. Ставьте галочку на включить экспериментальные функции. После этого можете задать масштабирование изображения для определенной игры. К примеру, ставите разрешение рендеринга 85% и здесь повышаете уже резкость. Если нужно будет больше FPS, ставите на 77% либо 67%. На AMD плюс-минус аналогично. Поищите в настройках, где будет у вас резкость. Помню, эта функция точно была. В нашем архиве открываем папку очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. То, что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. То же самое. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C. Ок. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C и Ок. Ставим везде галочки и нажимаем Ок. Занимает прилично времени, особенно если у вас жесткий диск. Нажимаем PPM на MSI Mod. Запуск код имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Tweaky Reestra. Открываем папку. Здесь мы находим 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть сразу бэкапчик. Вдруг чего. Допустим, вы сделали активацию, но забыли сделать бэкап. Можете ими воспользоваться. Либо же сделать бэкап заранее. Допустим, в картинках. Можете посмотреть, как и что здесь работает. Либо же для рукастых. А также красиво расписал. Как вам удобнее. Первые два файла реестра. Отключают Xbox DVR. Супер полезная фишка. Большинство людей бусит от 10 до 15 фпс. Можете попробовать. Если что-то не понравится. Если наоборот станет хуже, то вернете в зад. Game DVR 1. Нажимаем PGM и открыть. На Windows 10 будет написано слияние. По-моему здесь тоже, да, тоже есть. У вас будет как-то так получается. Game DVR 2. PGM открыть. Отзывчивая систему PGM открыть. Сетевой троттлинг пропускаем. И системный приоритет тоже PGM и открыть. Открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Переходим на игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у вас будет указано, ставьте на минимальные значения. Если вы активировали твики реестра DVR 1 и DVR 2, у вас будет так же само, как и у меня. Ну и последнее, что стоит сделать, касается именно Windows 10, это отключить все фоновые приложения. На 11 винде такой функции у нас нет. А на десятки пользуйтесь и отключайте обязательно все фоновые приложения. После всех этих настроек залетайте в игру и наслаждайтесь. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.